Держилась встреча в узком составе, в первом мероприятии в программе пребывания президента Путина в Японии, в префектуре Ивагути, на родине для министра Абе. Сегодня обсуждались основные вопросы у сторонних отношений в том, что касается политического диалога, вопросов безопасности и международной проблематики ситуации в Азиатско-Тихотянском регионе, сотрудничестве ООН и в других международных формах. По двусторонним отношениям констатировали оба лидера интенсификацию наших контактов, не говоря уже о встречах вверхах, сегодня четвертая встреча президента Путина и премьера Абе. И помимо этого возобновилось впервые почти за 4 года такой формат, как диалог по стратегическим вопросам на уровне первого заместителя министов иностранных дел, целая серия консультаций по линии внешнеполитических ведомств состоялась, контакты по линии секретарей Совета безопасности России и Японии. Совсем недавно коллега Николая Патрушева, господин Яти посетил Москву и у них состоялись обстоятельственные переговоры. Кроме того, установлены и хорошо развиваются контакты по линии пограничных служб, по линии лиц, которые обеспечивают безопасность моих плавания. И сегодня было согласовано, что надо восстанавливать и другие механизмы нашего двустороннего диалога, которые в последние годы были, так сказать, заборожены. Имеется в виду в том числе и контакты по линии военных, и по линии. Был такой формат 2 плюс 2 министра иностранного дела, министра обороны. Пару раз встречались мы с Сергеем Кругленшем-Шойгу, с нашими японскими коллегами, потом этот формат был приостановлен. Сегодня президент Путин предложил его возобновить, равно как и встречи по линии начальников генеральных штабов. Премьер-министр реагировал позитивно, надеясь, что такое решение будет в какой-то момент принято. Мы говорили и о, как я уже сказал, международных делах. Япония в этом году и в будущем является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, что создает дополнительные поля для наших совместных действий. Отметили, что в Совете Безопасности мы сотрудничаем неплохо, не всегда голосуем, как говорится, одинаково, но у нас налажен механизм консультации и всегда наши японские коллеги разъясняют свои подходы и внимательно выслушивают и стараются учесть наши позиции. Говорили о других формах взаимодействия в ООН, за рамками Совета Безопасности мы признательны японским коллегам за то, что они поддерживают российские инициативы, в том числе по вопросам международной информационной безопасности, по вопросам мир доверия в космосе и по другим темам, которые обсуждаются на Генеральной Ассамблее ООН. Естественно, сегодня обменялись мнениями о том, в каком сейчас состоянии находится сирийское урегулирование, ситуация на Украине в свете необходимости, полного выполнения минских соглашений. Здесь у нас позиции практически совпадают. И президент России подробно изложил наши оценки нынешнего этапа работы по выводу из тупика процесса выполнения минских договоренностей на 12 февраля 2015 года. Еще один интересный аспект нашего взаимодействия, сегодня об этом тоже говорили, по линии ООН, есть в ООН управление по борьбе с наркотиками и преступностью, осуществляется проект подготовки наркополицейских из Афганистана и из Центральной Азии. Тренировки проходят в центре МВД в Домодедово при финансовом вкладе в этот процесс наших японских коллег. Согласовано, что подобные проекты можно развивать и распространять на другие сферы под эгидоорганизации обменных наций. Говорилось и об общих проблемах безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обсуждалась проблематика противоракетной обороны и в целом иностранного, прежде всего, американского присутствия в этом регионе, которое, по нашим оценкам, неадекватно угрозам, исходящим со стороны Северной Кореи в результате и ракетных, и янерных программ, а именно эти угрозы американцы выдвигают в качестве предлога для наращивания здесь современных вооружений, повторю, мы считаем это непропорциональной реакцией. Ну и подробно президент России рассказал о противоракетной обороне Соединенных Штатов, об их стремлении и здесь, в Северо-Восточной Азии, создать очередной позиционный район, который мы рассматриваем как часть глобальной наступательной боевой системы Соединенных Штатов в дополнение к базам противоракетной обороны в Европе, в Средиземном море и, конечно, теперь на Аляске, естественно. И нам показалось, что японские коллеги лучше стали понимать российские озабоченности в этой связи. Но было констатировано, что в любом случае Россия и Япония заинтересованы, несмотря на особое отношение Японии с Соединенными Штатами на основе их военно-политического союза 1960 года, Россия и Япония заинтересованы в том, чтобы в форматах, которые существуют в Азиатском и Тихоокеанском регионе для рассмотрения проблем безопасности, тесно сотрудничать. Это и региональный форум безопасности под эгидой АСИАН, это и восточно-азиатские саммиты и другие форматы, включая встречи министров обороны АСИАН плюс партнеры АСИАН. Переговоры продолжаются уже в формате один на один. Именно в этом формате руководители решили рассмотреть ситуацию с подготовкой к дальнейшим переговорам по мирному договору. Продолжение следует...